Всем привет! Это третье видео про Git. И теперь я буду показывать примерно то же самое, что было у нас в первом видео, но только я буду работать из командной строки. В данном случае я буду работать из командной строки своего Linux Ubuntu. Но, в общем-то, подобная же командная строка доступна вам через GitBash Windows, либо же вы можете работать в Windows командной строке, в Fari. Это, в общем-то, видео показывает то, каким образом это происходит через командную строку. Так, давайте создадим новый проект, новый репозиторий. И дадим ему, допустим, название Git3. Я инициализирую с помощью RedMe. И снова, собственно, создам Gitignore на основе Java. Ну, у нас с помощью Template Java. Создаю репозиторий. Что теперь? Вот у меня создан репозиторий. И, собственно, так же, как с идеей, мне нужна вот эта ссылочка. Ссылочка, которая показывает, где же у меня лежит мой репозиторий. Только теперь я буду делать все это не с помощью идеи, а с помощью командной строки. Вообще говоря, у меня все мои... Все мои файлы, ну, проекты, связанные с идеей простые, лежат в папке Idea Projects. Я перемещаюсь в нее. CD это Change Directory. Я смотрю на то, что у меня есть. Ну, в общем-то, простые какие-то проекты, которые я создавала. И теперь я набираю GitClone. Для начала я вообще проверяю, что у меня есть гид. У меня гид версии 2.7.4. И я говорю GitClone. И указываю вот эту ссылочку. Мне говорят, что мы клонируем гид, да, что сколько у нас объектов, все такое. И теперь я опять посмотрю, что у меня есть в этой папке. Мы увидим, что у меня есть гид 3. Я меняю свою директорию и иду в гид 3. И снова смотрю, что у меня здесь. Ну, readme.md. Где же гид игнор, казалось бы? На самом деле, если вы будете работать за гид баш, то для того, чтобы увидеть гид игнор, вам нужно будет дополнительные аргументы давать лс. Я обычно делаю так, потому что это показывает мне, так сказать, все, что я хотела бы видеть. Мы видим, что у меня есть readme. Это самая замечательная папочка .gid, в которой хранится, в общем-то, вся информация по поводу моего репозитория. И гид игнор, в котором хранится, как мы помним, маски файлов, которые игнорировать необходимо. То есть не добавлять в гид. Теперь идем в идею. Ну и, собственно, скажем, что я хочу создать новый проект. Я создаю новый проект. Идея. И я хочу его создать вот здесь. git3, как мы помним, да. То есть мы видим, что мы попали, собственно, в ту самую папочку, которая у нас здесь выгружена, git3. То есть вот я нахожусь вот здесь. Home as a lot of idea project git3. И, собственно, вот эта вот тильда, вот это означает home as a lot. Ну, то есть я там же и нахожусь. Что я вижу? Я вижу, что у меня, во-первых, есть, опять же, файлы, которые в идее подсвечиваются красным. Давайте посмотрим, что нам покажет в этом случае командная строка. Я набираю git status. И я вижу, что у меня есть недобавленный в проект, ну, как бы, файлы. То есть файлы, вернее, которые не находятся под ведомостью, опять же, репозитория. То есть репозитория считает, что вот они есть на файлосистеме, но для него нет инструкции, что с ними делать. Что же делать? Во-первых, давайте посмотрим на gitignore. Я буду, пожалуй, править его опять же, тут же прям в терминале. Вы можете и другими способами, естественно, там хоть что, хоть notepad, хоть гэдит в Ubuntu. Ну, я, собственно, сделаю то же самое, что делала до этого. Я добавлю точку идеи и звездочка точка.iml. Сохраню все и наберу снова git status. И мы видим, да, что вот эти файлы исчезли, потому что он, ну, вот эти вот файлы исчезли. Он считает, что они теперь игнорируются, и при этом он говорит, что у меня modified gitignore. Да. И мы видим, что у меня, в общем-то, уже изменения, которые можно добавить. Давайте перед тем, как, так сказать, что-то сделать, мы посмотрим git log, такую команду. Увидим, что, в общем-то, вот такие вот, ну, вот есть initial commit, да, который был сделан еще на GitHub. И давайте сделаем git commit минус m commit 1. Это у нас, минус m означает message, то есть это вот та вот, та строчка, которая будет отображаться как сообщение. Что мы говорим? Git commit. А что он нам говорит? Что у нас нет изменений, которые можно было бы добавить в commit. Что же не так? Ведь у нас же написано, что есть modified gitignore. А не так то, что, как вот я говорила в одном из видео, любые изменения нам надо добавить, то есть сделать add. В IDEA вы этого не заметите, потому что в IDEA там все происходит в полуавтоматическом режиме. Здесь же это очень хорошо видно. То есть вы добавляете даже не сам файл, а изменения. То есть он мыслит изменениями. То есть вот сейчас он считает, что у него нет зарегистрированных изменений в gitignore. Я говорю git add. точка. Ну, то есть все, что тут есть. И теперь я говорю git status. И мы видим, что у нас уже теперь gitignore показан зеленым, то есть он находится под... Вот эти изменения, они находятся под ведомостью гита. И давайте снова я сделаю git commit. и мы видим, что у нас один файл добавлен. Git status. У нас нет ничего новенького. И давайте git log. И мы видим, что у нас есть еще один commit. Нет, это, наверное, я припутала. Ну, ладно. В общем-то, мы видим, что у нас есть один commit. И мы можем его уже запушить, в принципе, на сервис. Мы говорим git push. И вот сейчас мне он говорит, в отличие от идей, которая сохранила мой пароль и логин, он не знает ничего про мой логин и пароль. В общем-то, с этим можно поступить по-разному. И можно, в частности, создать всякие публичные ключи. Но мы сейчас это не будем делать, потому что это слишком сложно так вот сразу. Я вот просто сделаю так. Я буду каждый раз набирать пароль. Это, собственно, первый шаг на пути к тому, чтобы, так сказать, этот процесс достал, и человек, наконец-то, сделал ключ. И что же мы видим? Мы видим, что у нас произошел push. Давайте проверим, что у нас на сервере в git 3. И мы видим, что у нас действительно случился commit 1. И в commit 1 у нас попал, собственно, вот наш gitignore файл. Теперь идем в идею и создадим точно так же создадим новый файл. Тут только один в этот раз. Hello World. Я его не буду добавлять в систему контроля версии. Пусть все, что в терминале самого разберется с этим. Теперь давайте посмотрим теперь снова статус файлов, который у нас здесь. Мы видим, что у нас что-то появилось в SRC. Мы видим, что в SRC появился файл Hello World. То есть мы видим, опять же, что можно после git status писать SRC, папочку, например, на которую мы смотрим, которую не добавлю. И давайте мы можем сделать git s. Можно сделать git src. Это SRC. То есть понятно, что мы можем говорить, какие файлы мы добавляем. Смотрим git status. И мы видим, что у нас новый файл. То есть помним, что в случае с git ignore у нас было написано modified. А здесь было написано и тут было написано modified. То есть здесь в красном состоянии было написано, что просто какой-то файл. А здесь написано new file. Мы можем смело писать git commit new file и делать git push. И что же нам надо сделать правильно? Опять ввести пароль и логин. Идем опять же сюда. Во-первых, мы видим, что в идее все поменялось, правда? То есть мы видим, что в идее у нас все подсвечено уже не красным. идем в git 3 и видим, что у нас появилась папка src и commit прошел. А теперь сделаем вот что. Мы возьмем и удалим файл. и у нас говорит, говорит, что у нас git deleted, да? И в принципе, судя по тому, что у меня здесь написано, я могу сказать и git add, и в таком случае он добавит, ну, добавит изменения, которые у нас тут. То есть здесь статус. Видите, deleted, да? Немножечко, вот это немножечко может испугать, но дело в том, что, опять же, он добавляет факт изменений. То есть здесь факт изменения это то, что он deleted. То есть получается, что мы добавили тот факт, что мы что-то удалили. Ну, как-то странновато. В общем-то, с тем же успехом мы могли использовать git rm. Вот тут написано add, it, r, или rm. Да? Git на самом деле очень много подсказывает нам в командной строке, и это есть смысл читать. И теперь что мы сделаем? Мы опять сделаем git commit remove file и git push. смотрим сюда. Смотрим, во-первых, в идее, да, у нас и сейчас этот файл. И, во-вторых, мы смотрим на git trip и у нас опять нету src. Отлично. Теперь давайте посмотрим, как загрузить изменения, сделанные изменения. Секундочку, извиняюсь. Как загрузить изменения отсюда? Прямо вот сделав их откуда-то с другого места, не с нашего локального компьютера. Давайте медифицируем по традиции наш, значит, readme file. Ну, вот что-нибудь в таком духе. изменяем. И теперь идем сюда и говорим, что нам не нужен пароль для этого, потому что все это у нас идет, так сказать, открыто. И мы видим, что у нас произошел апдейт и нам даже говорят, что у нас один, ну, как бы, одно изменение в положительную сторону, то есть добавлена одна строка и одна удалена. Давайте сходим сюда и посмотрим, что у нас действительно вот такие вот изменения. Что же насчет мерджа? Мердж из команды из командной строки это уже более такая интересная вещь, потому что на самом деле тут нужно какие-то есть встроенные редакторы для мерджа из командной строки, есть какие-то дополнительные. Ну, давайте я здесь сделаю изменения и об этих изменениях на локальной машинке у нас никто не знает. Ну, то есть у нас здесь был bash rules и давайте здесь изменим have all смотрим git статус опять же у нас modified но это не включено в изменение то есть нам надо сделать git end мы смотрим еще раз на статус и говорим git commit теперь делаем git push и мы смотрим что нам написал что в идее нам писали что у нас reject давайте сделаем merge что нам здесь пишет так сказать git он говорит что у нас отвергнуты наши изменения и говорит что нам необходимо что он нам говорит что у нас были наши изменения отвергнуты потому что у нас так сказать удаленно есть некая структура некие изменения которые недоступны локально обычно это обычно мы хотим сделать некие какие-то изменения в репозитории который был изменен нашими коллегами что нам надо сделать мы делаем git pull как он нам говорит и он нам сказал что он авто авто мерч сделал авто мерч на redmi md и тут же он говорит что у нас есть некий конфликт в redmi md и что мы видим git start мы видим boff modified redmi md давайте посмотрим и мы видим все те же самые наши замечательные изменения которые так сказать которые были и когда мы мерджили в идее все то же самое такие же стрелочки такие же значки и вот у меня сейчас не настроено по идее наверно из мерч давайте посмотрим нет так ага да ну ладно давайте посмотрим что мы можем сделать мы видим что в идее эти файлы с конфликтами неразрешенными конфликтами вот таким ярко-красным цветом и так как у нас в идее есть такая встроенная хорошая утилита для мерджа мы опять же ей воспользуемся и скажем что мы делаем вот так то есть в принципе у нас вот появился нормальный файл теперь мы опять же мы вернее делаем вот что мы смотрим что у нас опять у нас модифайт редми но у нас уже как мы видим он зелененький то есть у нас автоматически произошел это но это скорее из-за того что мы работали с идеей то есть что мы видим 6 объектов и давайте сходим сюда и посмотрим что у нас тут есть ну во-первых у нас мердж пошел во-вторых у нас 8 собственно коммитов модифайт редми и мердж то есть апдейт редми мд это собственно с интерфейса от гитхаба вот это тот самый модифайт где мы добавили guys hello all и вот это собственно мердж который мы произвели так секунду я извиняюсь что прервусь опять так я продолжаю и теперь давайте посмотрим что нам нужно делать в случае если мы хотим так сказать зарисовывать конфликт без использования идеи давайте теперь снова что-нибудь поменяем предметы давайте сделаем так здесь поменяем опять что-то в редми вот так например сделаем git проверим что у нас действительно все файлы включены теперь делаем message merge 1 не простите не merge 1 и делаем push ну вообще на самом деле push бессмысленно делать мы уже видели что будет в этом случае понятно что у нас здесь изменения такие тут изменения другие давайте сразу делаем git pull и мы видим что у нас merge ну автомердж и возникает конфликт и мы видим что buff modified readme что нам делать в случае командной строки в случае командной строки у gta есть встроенные редакторы которые позволяют произвести мерч у меня настроен программ под названием kodiv она не только для gta она позволяет сравнивать файлы я использую merge tool где-то get merge tool и говорю что я хочу с помощью него сделать разобраться средней мы мы видим что нам merge tool пишет что у нас два конфликта и не хватает того что мы решили что с ними делать мы смотрим файл мы примем строчку от cc это у нас право да и теперь уже мы можем сохранить и выходи выйти отсюда смотрим статус и видим что у нас есть некий файл redmi md orig original на самом деле давайте даже посмотрим что это автоматически созданный файл это тот который мы собственно из которого мы делали мерч но это на случай если вам еще понадобится он мне больше не нажмется поэтому я удаляю его и собственно у меня модифайт redmi уже статус модифайт да то есть при слове конфиг он все-таки модифайт ставит флаг ну в смысле это делает автоматически давайте мерч 2 делаем снова пуш так и мы видим теперь что у нас произошел мерч и мы видим что у нас есть определенное количество коммитов вот это вот собственно redmi changed и вот этот мерч 2 то есть мы видим что вот этот мерч мы сделали с помощью идеи предыдущей а вот этот с помощью командной строки и встроенного редактора на самом деле мы можем сделать еще третьим способом естественно просто убрав конкретно посмотрев глазами на вот эти вот строчки со стрелочками убрав стрелочки и соответственно обозначив какие ну какой контент должен быть в файле вот что дальше а давайте дальше посмотрим что у нас будет если мы опять же сделаем какие-то изменения в ридми md сделали изменения все они запущились и теперь мы делаем папку src она уже есть ладно давайте тогда сходим в идею и создадим в папке src класс main класс он автоматически я его к вам добавила да автоматически ну на автомате уже знаете вот и он у нас есть то есть мы смотрим на этот статус и мы видим что у нас есть src main очень интересно произошло да что идея как-то очень интересно добавила его ну ладно видимо после того как она добавила его как новое видимо там какие-то изменения произошли может быть какие-то white space ладно давайте гиприн чтобы уж быть уверенным во всем все у нас не уфа давайте гипками мэйн и гид пуш опять у нас не произошло ничего хорошего давайте делаем китпул и что же нам предлагают нам предлагают автоматически создать новый коммит для мерджа в общем что произошло гид обнаружил что мы сделали изменения в одном файле и не знали об этом что произошли изменения совсем в другом файле на сервере вот здесь автомердж или автоматическое слияние по-другому оно смогло отработать потому что здесь ничего никакого дополнительных инструкций не надо он понимает что кто-то изменил редми вы изменили другой файл вам просто надо чтобы ваши репозитории грубо говоря слились воедино то есть если у вас есть сейчас гид новый файл новый файл java то вам нужно добавить новый файл редми md и собственно говоря все это как залить со словами merge branch то есть чтобы все остальные люди знали что вы делали просто merge поэтому вы снова добавляете редми хотя казалось бы он уже существовал так git log мы видим что последний последний комит который нам предлагают это вот вот этот вот merge да git log мы уже сделали один по-моему так должно сработать нет так git help git log вот git log options да log size а вот log size может быть это он мне мой options а нет это не то вот commit limit ага вот минус n1 оказывается все было оказалось оказалось гораздо проще да вот это вот последний комит merge branch мы видим да что с помощью git help и команда мы можем почитать в общем-то на английском языке правда какую-то документацию и что я еще хочу сделать я хочу чтобы у меня было побольше информации наверно вверх должен быть где-то boundary ну видите да тут очень много всего так видите здесь можно какие-то мерджи исключить да или мерджи наоборот добавить ну как бы только мерджи показать но это собственно таким образом мы можем определить ну смотреть так сказать эффективные коммиты которые имеют вообще значение какое-то вот сейчас мы посмотрим я к сожалению не вижу опции verbose давайте так сделаем git lock verbose мы посмотрим на git с cm bo и о минус p и теперь говорим вот так минус p и ничего не поменялось что это я сделала не так да давайте так видите диф у меня не показан ну да видите для мердж бранч ну для то есть для мерч коммитов он понимает видимо то есть с меркуриал немножечко по другому хотя меркуриал очень похож на git в общем-то здесь в случае если у нас мерч то у нас никаких какой информации не показывается да дополнительной а в случае если вот у нас обычный коммит мы видим да что предыдущий коммит обычный мы можем посмотреть таким образом еще раз с помощью минус p опции это вот это минус p это означает показать дополнительную информацию всякую вот например вот что было изменено где было изменено да вот опять же можно научиться читать вот такие вот штуки потому что здесь написано что по сути этого файла не было и мы добавили этот файл и мы добавили туда вот такой контент вот и минус 2 означает что последние два коммита вот собственно говоря собственно говоря теперь мы делаем киткуш мы же не делали вроде бы киткуш ну и мы видим что у нас произошел мерч то есть понятно что здесь ожидаемо мы можем увидеть что у нас удачно произошел вот этот вот мерч то есть мы в мерч мы просто продублировали видите вот он вот этот вот change set да и по логике вещей он должен совпадать вот с change set вот с вот этим ну да вот в общем-то ну это такие небольшие основы происходящего здесь с гитом конечно там гораздо больше опций гораздо больше возможностей но я думаю что этого вам в общем-то хватит для работы по крайней мере в начале вот собственно на этом я заканчиваю видео надеюсь что оно вам поможет разобраться с дальнейшими какими-то своими ну так сказать с работой с гитом вот и еще наверное я сделаю как минимум одно видео которое будет рассказывать каким образом инициализировать опять же без идеи создать репозиторий ну как бы работать с пустым репозиторием созданным на гитхабе вот в общем-то вот и все до новых встреч в общем-то вот 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 Продолжение следует...